МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер проекта – группа компаний «Независимость». Невероятные впечатления, драйв и чувство свободы. В первой серии наших новых приключений мы рассказали о том, как добирались до озера Щучья в Акмольнинской области. Переход через российско-казахскую границу, знакомство с местной дорожной полицией и удивительные встречи с гостеприимными жителями Республики Казахстан. Итак, мы добрались до Национального парка Бурабай, где нас ждут наши казахстанские коллеги. Во времена Советского Союза курорт Щучья-Боровой окатировался среди партийной номенклатуры, так же, как Ясная поляна в Сочи. Здесь отдыхали бонзы, космонавты, известные композиторы и киноактеры. Парк Бурабай не зря в те годы назвали Казахстанской Швейцарией. На удивление мягкий климат, изумительные горные пейзажи, сосна, лиственница, ель. И целый каскад чистейших озер. Главная же мчужина – озеро Щучья. На его берегу разбили лагерь участники чемпионата Республики Казахстан по подводной охоте. Подводники приехали сюда вместе с семьями, и нашим взором открылся целый палаточный городок. Свои палатки мы разбили рядом с Кустанайской командой. Еще до начала экспедиции я связался по интернету с активистами Кустанайского областного клуба подводных охотников «Гарпун». Они-то нас и пригласили на озеро Щучье. Клуб «Гарпун» существует недавно, около трех лет. Мы как-то с ребятами на подводной охоте после очередного заныривания собрались вот вместе и решили зарегистрировать наше объединение. Все-таки людей очень много интересуется подводной охотой. Мы часто выезжаем, часто компания большая выезжает. Думаем, давайте зарегистрируем наш клуб, чтобы это было законное объединение в Кустанайской области общественное. Вот отсюда и пошло. Есть речки, такие как Аят, Тобол, Тагузак, Уй. Прекрасные речки для подводной охоты. Просто замечательные речки. Есть водохранилище, Картамарское водохранилище, Верхнетобольское. Огромные водоемы, рыбы очень много. Поэтому, кто умеет ее найти, кто хочет ее найти, кто хочет получить удовольствие, я считаю, это прекрасное место. Если честно, до знакомства с этими ребятами я и не подозревал о том, что в этом регионе так развиты дайвинг и подводная охота. Помните советский анекдот про подводную лодку в степях Казахстана? Оказалось, нырять здесь есть где, есть кому нырять. Федерация подводной охоты, или как она официально у нас называется, Федерация подводного орваловства Республики Казахстан существует уже 5 лет. То есть в этом году исполнится вот ближе к осени у нас 5 лет. Я думаю, что осенний турнир у нас будет юбилейным. Инициатором этого явления, как зарождение нашей Федерации, стал Рафик Гарифович Валиев, мой друг, и он является президентом. Создали с группой энтузиастов эту Федерацию, потом он мне позвонил и говорит, приходите, давайте будете вице-президентом. Я, конечно, подписался, потому что подводной охотой занимаюсь, ну, скажем так, еще с юношеских лет. Вокруг нас сплотилась группа очень интересных людей, увлекающихся подводной охотой. Значит, вообще подводных охотников у нас в Казахстане достаточно много. В 1050-то это точно есть. Вот. И, в принципе, все люди, ну, со страшной силой увлечены, конечно, этим явлением. Вот что-то, что касается подводной охоты, скажем, ну, радостное вот такое явление, с которым приходится встречаться, что все люди, которые начинают заниматься, ну, пусть не профессионально, но полупрофессионально, становятся одновременно и защитниками природы. То есть два года они стреляют рыбу, а потом начинают ее защищать. И уже добычей становятся в основном какие-то трофейные образцы. Очередной чемпионат подводники проводят на щучьем по просьбе казахских биологов. Вот так. Последние годы щучье терроризирует окунь. Этот полосатик выедает молоть всех других видов рыб. В итоге без кормовой базы остается местная щука, которая и дала название знаменитому озеру. Поэтому чемпионат Казахстана по подводной охоте имел и второе название, секретное, операция окунь. Нырнув в озеро, я понял, почему казахские биологи так обеспокоены будущим щучьего. Несколько раз просматривал отснятый камерой видеоматериал, старался заметить в кадре какую-нибудь другую рыбу, кроме окуня. Не получилось. Одни матросы плавают и до того мелкие, что стрелять в них можно разве что из игрушечных подводных ружей. Впрочем, я бы не стал этого делать. Слишком маленькая цель. Да и бороться с пожирателями молоди нужно, наверное, как-то по-другому. Пусть ученые ломают головы. Но не будем обсуждать организаторов мероприятия. Тем более, оно прошло, на наш взгляд, на самом высшем уровне. А как иначе, в горах ведь все происходило. У нас в городе Астана есть первый дайв-клуб, называется Dive and Drive. Наши многие ребята там тренируются. Это отличный клуб, который, значит, прорывается через тернии и старается застолбить свое место под солнцем. Молодцы ребята. И вот они выпустили свою маечку со своим лейбом. Вот у них на брюшках написано, они победителями стали. И мы хотим вам в подарок вручить вот эти футболки от имени этого клуба. Пожалуйста. Спасибо, Астане. Спасибо большое. Ну что, мы со своей стороны обязательно выложим фотоотчет и подробный отчет расскажем вообще про соревнования, про вас, про озеро. Спасибо. То есть озеро шикарное у вас. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Три-четыре сотни акуней среднего размера настреляли казахстанские охотники из Ахмалы, Кустаная, Актау и других регионов. В итоге победителями чемпионата стала столичная сборная. На втором месте команда Актау. Кстати, ребятам пришлось преодолеть для участия в соревнованиях чуть меньший путь, чем нам. На третьем Кустанайце. Торжественный момент награждения по законам местного гостеприимства первым к столу с призами приглашают нас. Организаторы чемпионата вручают нам памятные футболки с дайверской символикой. У меня их целая коллекция, правда, после стирки, но казахстанская футболка первая. Фотографируемся с участниками чемпионата, с победителями команды из Астаны, обмениваемся сувенирами. Нам предстоит переночевать в национальном парке. Кустанайцы предлагают сменить место дислокации. Здесь, на берегу Щучьего, под ногами вулканический пепел. Серая пыль пропитывает тело и одежду, проникает в каждую щель. Да и дно озера сплошная серая грязь, тоже вулканического происхождения. В наших санаториях она ценится как лечебная. По словам ребят, недалеко в каскаде озер Бурабая есть неплохой водоем Чебачье озеро. Там другой грунт, почище, можно понырять с аквалангом и поснимать подводные пейзажи. Едем. Щучье-Боровое это целая система озер. Только что мы были на озере Щучьем, а вот сейчас уже подъехали к озеру Большое Чебачье. Таких шикарных видов мы в Казахстане и не ожидали. Вот что значит стереотип мышления. Я понял, что Казахстан это не подбрюще России, как об этом когда-то заявил все равно уважаемый мною Александр Исаевич Солженицын. Казахстан это огромная страна с самобытной и великой культурой, неимоверным разнообразием климатических поясов. Степи, горы, леса, пустыни, озера, реки. Здесь есть все, что может восхитить самого искушенного путешественника. Долго мы искали место для лагеря на Чебачье. В итоге решили остановиться на краю заросшего кустарником и мелкими деревьями полуострова. Частота воды нас вполне устроила. Разбили лагерь, взяв подводную камеру я отправляюсь изучать подводный мир Чебачьего озера. От полуострова идет коса. Если пройти ее перпендикулярно, начинаются глубинки 3, 4, 5, 6 метров. Иду дальше. На 8 начинаю мерзнуть. 5-миллиметровый костюм и тонкие 3-миллиметровые перчатки уже не держат тепло. Компьютер показывает температура воды 11 градусов. Причувствуя судорожные спазмы в икрах ног, плыву в обратном направлении. Здесь, видимо, озеро питает подземные холодные родники. Это чувствуется и по движению воды, как будто есть течение. На 4-х метрах отогреваюсь и начинаю снимать мыльную оперу и жизни местных раков. Занятие очень увлекательное. Я даже потерял ориентацию, легкомысленно отказался при погружении от компаса. Приходится всплывать, чтобы понять, где я нахожусь. Позор моим дайверским сединам. Час, проведенный мной на дне Чебачева, доставил истинное удовольствие. Первое ощущение. Когда ты погружаешься на дно, кажется, что ты ныряешь на Красном море. Видимость такая же. Правда, нет живой природы. Местный подводный рельеф напоминает мертвый коралловый риф. Но это не кораллы, это известковые наросты. Кажется, что они даже живые. Единственные обитатели этого странного царства раки. Не крупные, а скорее мелкие, но их очень много. Самцы очень агрессивны. Дело в том, что именно они вынашивают потомство. Вот такое чуткое отцовство. Самки с невылупленными икринками прячутся по норам. Все дно услано старыми рачьими панцирями. Недавно прошла линька. А это что за существо? Похоже на личинку стрекозы. Впервые мне попалась в объектив. Выхожу на берег, заходит солнце. Завтра мы встретим новый день на чудесном озере Чебачем. Утро нового дня. Сегодня мы покидаем Щучье-Боровое и берем курс на Астану, новую столицу Казахстана. Но перед отъездом Александр Георгиевич Радзюк обещал кустанайским подводным охотникам провести мастер-класс по обслуживанию пневматического ружья Зелинка. Для наших казахских коллег это новое оружие для подводной охоты. При всей своей простоте и надежности Зелинка имеет и свои особенности. О них-то и рассказал мой напарник. Вот он коршин. Ставим коршин на место. Надульник не докручиваем. Вот и провели мастер-класс, перешедший в семинар. Фотографируемся с новыми друзьями на память и покидаем лагерь на берегу Чебачева. Хорошее настроение от знакомства с такими душевными людьми улетучивается при выезде из города. Георгиевич на одной из улиц увидев инспектора дорожной полиции тормозит. Дай-ка я спрошу у него как нам лучше выехать. Увидев два остановившихся на обочине внедорожника полицейский с поднятым жезлом буквально бежит к нам. Вы что, оборзели? Здесь запрещена стоянка. Ну вот, опять влипли. Отлипаемся от местных инспекторов вновь за 2000 российских рублей. И нам объясняют как лучше выехать из города. Дорогая справка. Друг ты мой, Александр Георгиевич, ты понял наконец-то, что рядом с казахстанскими гаишниками нельзя останавливаться. Никогда, кроме одного случая, если они сами тебя не тормозят. Невероятные впечатления. Драйв и чувство свободы. Независимость Митсубиши. Этим летом позаботиться о вашем отпуске. Выбирайте автомобиль Митсубиши. Отдыхайте на море. Подробности в автоценке «Независимость Митсубиши». Только на Новосибирской 2.2. Партнер акции туристическое агентство ТОП ТРЕВЕЛ ГРУПП. ТОП ТРЕВЕЛ ГРУПП. Субтитры создавал DimaTorzok